Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Кути-24. С вами Пётр Цыпандин. Мы находимся в ресторане Red & Green. Со мной, как обычно, Семён Тарбаков. Семён, приветствую. Здравствуй. И к нам сегодня в гости пришла Дана Яковлевна Карамзина, учительница технологии Мархинской школы номер один. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, познакомьтесь с Семёном. Я вижу, что вы с помощником. Это кто? Да, это мой младший сын Василий. Вася, привет. Учитывая, что у нас кулинарный концепт, мы его называем кулинарное ток-шоу, чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Мы сегодня будем готовить мини-пиццы. Мини-пиццы. Вася будет помогать. Вася будет помогать. То есть он нам не нужен. Шутка. Да, а почему выбор пал именно на это блюдо? Потому что, ну, я спросила у сына, что ты хочешь приготовить вместе с мамой. И выбор пал на пиццу. Вася любит готовить вообще? Да, мы с ним вместе готовим. Гостовим, да. Всей семьёй. Да, ну, да, давайте начинать. Ну, и Вася, нравится вообще пицца? Нравится. Ну, хорошо, давайте приступаем. Мини-пиццы, вы сказали, да? Мини-пиццы. Да, а в смысле они будут разные? Они будут, да. Мини-пиццу можно использовать, разные ингредиенты. Ну, начинки, то бишь, да. Я смотрю, у вас тесто уже готово. Что за тесто? Обычное дрожжевое тесто. Ну, то есть вы его уже замесили. Она уже, я смотрю, поднялась, да? Да, поднялась. Дважды поднялась. Мы его слышим, его запах уже идёт. Да, давай. Ещё раз? Характерный. Характерный, да, запах идёт. Пахнет, как отца дрожжевое тесто. Да, давайте начинать. С чего начинаем? Итак, для того, чтобы... Ой. Ну, с чего... Да, рассказывайте дальше. Ага, для того, чтобы сделать пиццу, нам нужно нарезать начинку. Да, ну, подготовка начинки, да? Да. Хорошо. Для этого у нас есть сладкий перец, помидоры, укроп. Ну, то есть, получается, всё-таки пицца же у нас итальянское блюдо, а перец это пепперони, перец это пепперони. Обычная маргарита, по-моему, называется. Наполитано, я знаю, есть. Есть гавайская, моя любимая. Да, любимая моя тоже. Да ладно, да? А Вася, какую любишь пиццу? А Вася, какую предпочитает? Пепперони. Пепперони. Салями бывает ещё. Ну, хорошо, да. Получается, овощи мы режем? Да. Да, Семён может вам помогать? Овощи мы должны порезать фигурные, например, цветочки. Цветочки? В виде зверушек. В виде зверушек можно, да. Мы бы хотели видеть цветов. Цветов. А, ну, как бы такой красочный декор сделать, да? А Вася что будет делать? Вася может натирать сыр. Вася может, да, за сыр взяться. Вася в каком классе уже учится? Вася, какой ты класс? Второй. Второй класс. Уже большой мальчик. Вы учительница технологий, да? Давайте про вашу историю. Как вы давно работаете? Я учительница уже 10-й год, то есть 10 лет. И как я пришла к этой профессии? Значит, в детстве я очень любила рисовать. Могла рисовать очень подолгу. А что рисовали? Мальчики обычно же войнушку, солдатиков. Нет. Я рисовала именно девочек, дизайн одежды. Одежда, в общем-то, платья красивые, всевозможные, да, цветные. Вот с этой стороны. Вот оно, вот оно. Это побольше. Ага, потому что это для пиццы. И, скажем так, детское увлечение переросло в профессию. Да, мое детское увлечение переросло в профессию, потому что, да, после школы я поступила в Намский Петт Колледж. Так. И там... То есть вы в школе уже знали, что будете учительницей? Да. Так. В школе определилась будущая профессия, и я хотела быть учителями Зои Черченья. И Зои Черченья. Да. Ну да, что нравится, то и... Ага, писает, люблю. Ну вот, после я поступила в Намский Петт Колледж, потом переучилась на бухгалтера. Так. То есть на менеджера организации. Ага. Ага. Ну вот, потом работала бухгалтером какое-то время, и мне не понравилось. Ну, правильно, вам нравится рисовать. Да, я люблю рисовать, люблю творчество, да, творить. Ага. Потом, значит, в 2013 году мы переехали в город. Ну, муж тут уже работал, ага, и мы с семьей жили в Намском Алусе, в Намцах, у родителей. И переехали в город? Да. Ага. Я стала искать работу. Ага. Ага. Мы построили дом в Мархе. Ага. 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 Первая профессия. Первая профессия. Мы поехали в школу номер один в Мархе, чтобы пристроить детей. Ну, ну да, там по месту зрителей стоят, на курс. Аккуратно. Ага. Аккуратно, значит, мы привели детей, и мама вдруг говорит, то есть кровь, ага, может, тут работать останешься. Ага. И как раз проходила завуч наша, Светлана Семеновна. Ага. А вам не нужны учителя? Да. И мама у нее спрашивает, вам не нужны учителя? У меня невестка, значит, окончила Намский педколледж. Да, немножко рекламной паузы. Да. И она ищет работу. Значит. Ага. Я оставила резюме, и в этот же день мне позвонили, сказали... Судьба. Да. Сказали, да. Значит, вы приняты на работу. Уже? Ага. Сразу, в этот же день вечером. Очень мит. Ага. И так я стала учителем. С тех пор вы? Да. Да, и работаете. Да. Насколько мне память не изменяет технологии, это раньше называлось у мальчиков труд, а у девочек... Тоже труд. Да. Сейчас называется технологией, да? Да. Чем его выучите? Сейчас в технологии... Ой, как нас только не штормит, да, по технологии? Так. Ага. Программа постоянно меняется. И сейчас, в данное время, я учу детей. То же самое мы готовим. Ммм. Шьем. Ну, то есть вы вообще... Ага. И у нас, значит, есть модули. Мы проходим робототехнику и компьютерную графику. Угу. По технологии. Да. Вот так вот. Ну, то есть как бы разносторонние? Да, разносторонние. Мам, уже нарисовать? Мальчик уже практически матер весь сыр. Молодец. Можете мне сказать, как вы нарезаете по своей технологии? Какой цветок, да? Мойте. Так. Возьмемте желтый перец. Нарежем. Знаете, сделаем... Значит, ножик держим таким образом. Ага. И нарежем тюльпаны. Да? Так. Цветы могут быть разные. Можно нарезать тюльпанчики. Можно сделать, значит... Ты заканчиваешь... ...вечные цветочки. Ну, таким образом. Мне не видно, правда, что вы там делаете. Но, кажется, вы... Тебя учат, как цветы делать из перца. Да. Это у нас... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это у нас карвинг. А? Карвинг называется. Карвинг. А, ну, фигурное вырезание из... Да, из овощей и фруктов. Да, не, ну, как учитель технологии, вы же должны действительно очень много уметь, да? Да, но вы... Давайте я продолжу. Этому специально учат, либо вы как-то учились сами. У нас, значит, по карвингу есть конкурс для детей. Ага. Ага. В нем участвуют не только девочки, но и мальчики могут. Ага. Ну, вы в основном же девочек учите или как, или нет? У нас, да, первое полугодие, значит, у нас учатся девочки. А, где? Да, гендерно разделяются. А после Нового года, да, девочки и мальчики... Вы уже новые моды начинаете, скорее всего, да, там уже компьютеры уже все вместе, да? Да. Ну, то есть, вы как учительница, ну, да, стало быть, вы умеете, должны уметь все. Ну, да. Да, а где вы там учились, или как, когда вот в Намском уже вы там, когда вы приходили шуме учили, или как? Мы... Или самообразованием. Да, да, самообразованием мы учимся в различной... То есть, проходим различные курсы повышения квалификации. Ага. И вот недавно мы ездили в город Казань. Так, это что там такое? Обмен опытом? Был обмен опытом и посмотреть, чем же занимаются, значит, в... В других школах. Да, в других школах. В российских центральных школах. Ага, и как? Очень понравилось, интересно было. Особенно вот новые технологии у нас, да? Ага. Иннополис мы посещали, он там вот было очень интересно посмотреть. Вон у меня нарезан к обоцу. Сейчас там все роботизировано по городу, да. Так. Там это... Хватит? Хватит. Угу. Какое отношение вы, может быть, изменения заметили в детях? Стали ли дети другими? Нравится ли предмет вообще в целом? Предмет технологии нравится всем. И девочкам, и мальчикам, да? Угу. Потому что мы там готовим. Угу. Ага. Готовить нравится всем, потому что, скорее всего, потом то, что вы приготовили, уже еще и съедаете. Да, съедаю. Поэтому и девочки, и мальчики с радостью, значит, приходят на уроки технологии. И помимо этого, еще они занимаются робототехникой. Им это очень-очень нравится. Собирать, значит, из лего конструкторов роботов. Потом мы устраиваем соревнования. И весь вот этот вот процесс им очень нравится. Угу. Работать руками. Ну, это захватывающий процесс, да, получается. А какого вида соревнования проходит? На что вы соревнуетесь? Ну, чей робот будет быстрее. Например. А, вот так, да. Кто быстрее, кто все будет. Угу. С каким материалом вы чаще всего работаете? По робототехнике у нас специальные такие конструкторы. Угу. Лего Веда. Угу. Значит, Лего Эдукейшн, Минсторм и разные. Угу. А вы еще, вот, шьете же, да? Угу. Потому что с бисером работаете. Да. У нас, значит, в школе по технологии проходили уроки бисероплетения. Угу. Бисером, шить, вышивать бисером. И с тех пор я очень сильно полюбила этот... Так, страшно. Ага, вид деятельности. То есть вы сами еще и делаете? И сейчас, да, занимаюсь бисерной вышивкой, так скажем. Люблю вышивать бисером. И сами дома тоже получать. Рукавицы, да. И как бы это мой дополнительный заработок. А, вот так даже. Шью на заказ. Угу. Ну, сейчас тем более, что, ну... Да. Все якутское традиционное входит заново в моду. У нас в Иссерхии уже пользуются все больше и больше популярностью. Это становится востребованным. Угу. Ну, то есть, как бы, вы пополнили волну, можно сказать, да? Нам сделать сколько порций? Ну, как минимум, три или четыре. Нас четверо. Ну, а сейчас еще и... И сперегаменты, и сперегаменты. В зависимости от того, какого они вообще размера, вы обычно делаете. Ну, делаем... Давайте я... Мы сделаем маленькие, да? Маленькие? Да. Да, как чтобы... Чтобы они быстрее нас пропеклись. А, вот так, да? Ага. Ну, давайте. Держи. Сделайте, как обычно вы делаете. Давай сюда положим. Поместим в емкость, да? Вы упомянули, что у вас трое сыновей, да? Да. А это младший. Это младший. Тяжело быть единственной женщиной в семье? Ой, нет. Вот, в моем случае не тяжело. Потому что... Ну, то есть, все помогает? Столько помощников, да? Столько помощников, ты одна, королева. А, ну, то есть, все заботится, а маме, наверное, дают отдыхать, наверное. Да. Вы хотите, что и младший вам помогает? Да, потом помогает. А старшему сколько? Старшему будет 20 лет. А-а-а. А среднему 18. То есть, уже большие, они уже в хуже закончили? Они закончили, они у меня студенты. Уже студенты? Да. Ага. И тоже будущие педагоги. Тоже будущие педагоги. А, а когда они были школьниками, вы учили их? Да, учила, обучала. Ага. И своих детей учить всегда сложнее. Ну, да, потому что все равно, я помню на своем опыте, у меня тоже мама-преподавательница, да, говорили, что вот, там предвзятые отношения, конечно, твоя мама-учительница и все прочее. Ну, какие-то такие моменты, что почему мы пятерка, а нам четверка? Да, бывает такое. Преимственность. А? Преимственность. Хорошо. Но с другой стороны, что преимственность, да. А чем ваш отец занимается? Супруг. Супруг, он пенсионер МВД. МВД, а, ну то есть уже пенсионер, получается? Да, он уже пенсионер. Он уже раньше. Да. Он 20 лет от работы и ушел на заслуженный отдых. Ясенка. Тут, наверное, подумаешь, что наоборот, должны в отца идти, да? Ну, да. Да, у мужчины три сына, в силовых структурах. Да. Было время, когда они... Но тут, кажется, судьба внесла свои коллективы. Коррективы, да. И все пошли в мать, да, как говорится. То есть они будут тоже будущие педагоги. Не только-то было, да? А на кого учатся, сыновья? Они там же учатся, в намском педколледже. Тоже, нам с сыном. Старший сын на учителей Зои Черчения. То есть тоже любит рисовать? Да, тоже любит рисовать. Так. А средний педагог доп. образования. Дополнительное образование. Они, получается, на выходных спокойно приезжают домой, да? Да. Вот приезжают домой. Ну, иногда остаются у родителей. Родители уже живут в намцах. Ну да, там помогают. У бабушки, да, у дедушки. А у бабушки дедушки? Угу. Вот вы, ну, допустим, да... Нет, ну, это Леша тоже. Там же. На работе готовите, дома готовите. Не устаете? Нет. Потому что дома у меня часто готовит муж. А. Да. Он очень любит готовить. Который на пенсии? Который на пенсии. Как говорится, что ему же еще остается? Да. Как выглядит обычный ваш рацион? Да. Семейный, да. Поделитесь. Может, у вас есть какое-то коронное блюдо? Да. Особенно, если дома нужно кормить трех мужчин. Да. Четырех мужчин, да? Четырех мужчин. Четыре мужика, да. Часто готовят муж. Предпочтения людей какие? Ну, обычно, как обычная семья якутской. Любим мясо. Много мяса. Много мяса. Сейчас просто я спрашиваю, к чему? Потому что это вопрос уже такой, скажем так, стандартный. Все мои гости. Да, ну, то есть, сейчас очень многие семьи, да, уделяют внимание, да. Здоровью. Да, здоровью, на качество продуктов. Сейчас уже на всех на устах словосочетание ПП, сейчас уже пришло словосочетание супер ПП. Как вы к этому относитесь? Ну, то есть, вроде как, что-то нельзя, что-то можно и все прочее. Вот так возьмите. Как ваше семейство. Вот так. И аккуратно. Ну, мы стараемся придерживать здорового питания. И вот эту ручку. Вот так сделаем. Видишь, получается. Когда как-то. Да, когда как. Да, ну, есть ли такие продукты, которые вы, скажем так, либо категорически против, либо, скажем так, ну, очень редко. Да, надо взять то ли муку, или смазать маслом. Ну, ты вот так оставь. Ой, даже не знаю. Нет, мы любим все. Отложи тесто, мы любим все. Особенно морепродукты любим. А что чаще всего? Дальше хуже будет. То есть, стандартный. Отложи. Якутский суп. Якутский суп, а. Да, мы любим супчики. Ага. И делаем пельмешки, например. С семьей. Заготовки, да. Заготовки, да. Обычно же так в семьях всегда. На неделю, на месяц вперед, не заморозить. Да. Побова, как говорится, позволяет. Давай, так, возьмем. Коколеты, тефтели. Прямо так, че-то шли. Так. Так, у нас получается. Пока три. А, ну вот четыре у нас получается, да? Ага. Так. Так, молодец. Все. Все. Ну, сейчас подожди. Ага. Этот год у нас в республике, год семей. Какие-нибудь специальные мероприятия вы проводите, планируете? В год семьи? Да. Ой. Мы этим летом мечтаем всей семьей поехать на море. Каждый год ездим, но папа с нами никак не мог съездить. Из-за работы. Ну, ну, ну. Ага. Тем более, если он МВД, то, скорее всего, он, да, работа. Работа. Да, да, да. И свои порядки там тоже. Ага. Так. А в этом году уже он не пенсию ушел, поэтому... А уже можно? Да, можно съездить. Как вы проводите досуг совместно? Есть какие-то семейные традиции? Наши семейные традиции, это... Мы любим ходить в бассейн всей семьей. Да, мальчики приезжают. Ну, тем более, рядом с вами вот открылся новый, да? Да, да, новый сук. Вчера как раз там был. Нет, мы любим, значит, отдыхать на природе. Ага. Подожди, Вась. Васья норовит помочь. Да. Давай, держи. Аккуратно. Ага. Мы любим ходить много, путешествовать, устраивать турпоходы. Пешком? Пешком. Семейные. Семейные. Да, и как дети к этому относятся? Обычно же... Очень хорошо. И у нас привыкшие к путешествиям. А то есть, ближайшие окрестности, либо вы вообще куда-то выезжаете? Ближайшие окрестности. А так хотелось бы, да, выехать уже куда-нибудь там на Утай. А, другие районы, субъекты. Почему бы и по нашей республике не поездить, да? Ну да. Вот. Кстати, да, статистика как раз говорит, что жители Якутска... Ну, в последние годы эта тенденция, конечно, меняется, да? Сейчас очень много же у нас туристических направлений стало. А мало кто бывает уже во всех улусах даже. Ну, то есть, даже в регионах. Потому что у нас же в Липпике вообще же процесс... Не то, что самый большой субъект, но сам по себе. Республика очень большая, обширная территория, везде разные климатические условия, можно сказать. Да. Куда бы вы хотели поехать? Вообще, я мечтаю на родину сводить детей. Это куда? Это Обыский район. Где самая вкусная рыба? Да, самая вкусная рыба. Да, мы любим очень рыбу. Именно из... Это... С родины моей малой. Готовить и по-сырому. Можно я сейчас сделаю? Да, можно. Обычную рыбу. Ну, давай, делай обычную. Благо, нам отправляют оттуда рыбу. Ну, вот. Мы очень любим индигирскую рыбку. Так, это получается у нас колбасная. Это тоже колбасная. Угу. Верху. Так. Давайте тут... Что у нас? Украшение в виде... Сантовочку. Можете дать сюда? Держи. Так, возьмем еще один балтенький. Все у нас тут получилась такая композиция. Так, чуть поймем сейчас. А может тут сделать сырную пиццу? Давай. Дайте сыра. Дайте сыра. Так, побольше сыра. Да, это будет сыром, да? А это будет просто маргарита. Давай-ка, хорошенечко вот так вот сделаем. Так, у нас есть кедровые орешки, которыми мы тоже можем украсить. Миши мини-пиццы. Миши мини-пиццы. Скоро у нас 8 марта, дети могут приготовить это для мам, да? Для мам, да. Да, такой. Ситофор у нас получается желтый, красный, зеленый. Так, давай побольше сыра, Вася. Как говорится, как? Сюда молочную колбасу брось. Вот сюда. А не такую. Бросить? Давай. Мальчик просто припевающий готовит. Насчет воспитания у меня такой вопрос возникает. Сейчас же разные споры, разные моменты, да, что воспитывать детей и все прочее. Есть ли у вас какие-то специальные принципы, либо на что вы уделяете больше внимания вот на воспитании детей, тем более сыновей? Воспитание детей – это в первую очередь пример, да, родителей. Еще раз? Пример родителей. Так считаете? Да. И... Ставим, да? Так. Что еще? Это все? А вы сюда сыр не будете добавлять? Буду, буду, буду. А, будьте, будьте. Ага. Ну, что такое воспитание, да? Это для ребенка создать условия, да, для здорового ребенка психологически, физически. Я предлагаю вообще весь сыр оставшийся уже положить. Ну, как говорится, уже. Ну, давай. Как говорится, пока мальчиков нету, есть ли какие-нибудь специальные принципы воспитания детей? Мы воспитываем наших мальчиков своим примером, значит, активным нужно быть, позитивным всегда, относиться к жизни оптимистично и быть конкурентно способным, так скажем, в этом. Ну, сейчас вот бытует такое мнение, да, в последние годы говорят, не надо воспитывать детей, воспитывайте себя, потому что дети будут все равно брать вас в пример. Какие-то такие сложные моменты, моменты, когда нужно принимать какое-то решение, то есть они будут думать, вот мой папа сделал бы так, мама бы с родителями сделали бы так. То есть вы такого, в принципе. Я полностью, да, согласна с этим мнением, потому что дети всегда берут пример у своих родителей. Ну, да, да, это все равно, ну, как бы какая-то такая некая все равно проекция. Да, да. А кем вы хотели, чтобы вы дети стали? Вы специально их говорили, что вот, есть такие профессии или все прочее, либо вы этот вопрос развивали согласно их способности? Мои мальчики, то есть наши мальчики, очень любят рисовать. Ну, то есть как бы в творческом плане? Да, они очень творческие, как я, как муж, мы оба, то есть вместе познакомились во время студенчества, мы оба творческие люди, так скажем. И вот у нас мальчики тоже такие творческие. Здорово. И им очень нравится вот рисовать, лепить, и поэтому они именно пошли по стопам нас, так скажем. Муж тоже педагог по образованию. Но работал в МВД. Но работал в МВД, да. Просто, когда мы закончили, значит, учебу, вопрос стал, куда-то надо пристроиться, устроиться на работу. Так как у нас уже была семья, родился старший сын, ну вот, и ему очень захотелось пойти работать вот именно в органы. А мальчики, почему они не пошли по папиным стопам, даже не знаю, потому что они больше творческие, верно, люди любят заниматься. Творчество, так скажем. Хорошо, а вы говорили, что по работе своей, да, вы часто берете опыты, вот, про поездку в Казань, да. А какие-то со своими коллегами вы общаетесь? Да, у нас есть метод объединения учителей технологии. И где мы общаемся. То есть это городское и республиканское? Городское, есть и республиканское, где мы обмениваемся опытом, делимся своими какими-то наработками, проводим различные конкурсы на городском уровне. У нас, в общем, не скучная жизнь у технологов, так скажем. Ну да, тем более, что предмет сам к себе и предполагает, что каждый раз что-то новое, чем-то заинтересовать детей и все прочее. От них, может быть, что-то там, какие-то свои конкурсы, чтобы они что-то придумывали, да. Тем более, что робототехника, это, ну, например, да, это такое новое направление, где, ну, чуть ли не каждый день придумывается что-то новое, что-то где-то там сделали. Потому что мы лет 20 назад, когда первая собака, вот, робот появилась, которая отвечала на голос и прочее, это казалось просто как бы шагом в будущее, да. А сейчас это сплошь и рядом, это, само собой, разумеющееся. Как, на ваш взгляд, укомплектованы, ну, может быть, это не совсем правильный вопрос, да вот, по части укомплектации школы? По-моему, материальной базе? Да, мы идем, но вообще в ногу со временем. Ой, я затрудняюсь сказать. Или это не совсем правильный вопрос. Почему же правильный, да, школы сейчас, они усовершенствуются, да, где-то приобретаются такие. Ну, когда я учился, нашел, а был один компьютер, допустим. На всех, да? Да, на всех, да. Сейчас уже не так. Да, сейчас уже не так, да, сейчас уже компьютером никого не удивишь, да. Ага, материальная база школ, она так постепенно, постепенно, да, уже начинает отвечать нашим школьным программам. Да, велению, скажем так, времени, да. А что вам нравится больше в вашей профессии? Почему вот вы именно занимаетесь тем, что вы чем занимаетесь? Ну, я творческий человек, я очень люблю детей. И именно поэтому, наверное, я выбрала эту профессию. И мечтала о ней с детства, работать с детьми. Вот говорите, вы любите детей, да. А бывают такие моменты, что, ну, дети бывают разные. Я вот, опять же, себя проецирую. Я был страшно деснувшим ребенком, да. Да, ну, то есть я получал все время детей, говорили, вот, цепандин, сколько можно, все время орет, егоза и все прочее. Дети разные бывают, да. Как вы справляетесь, скажем так, это же стресс все равно. Ну, в какой-то степени, да, возможно, это стресс. Ну, как в какой-то степени, да, все равно дети бывают, которые просто выбешивают. Ну, я, например, я был такой. Люди разные бывают, да. Да, дети разные бывают. Бывают дети, которые как будто назло что-то делают. Ну, что, как в таком случае вы? Ну, каждый ребенок... Я вижу, вы сами по себе спокойный человек, да, ну. У меня такого нет, чтобы я... Просто вы ходите в коридоре и орете. Нет, такого нет. Не кричу и не орет. А какая вы учительница вообще? Вы строгая? Нет, я добрый человек. Ага. Ну, иногда же нужно, там, метод кунутая пряника. Да, иногда, вот, да. Наказать ребенка, ну, то есть, если я провинился, да, ну, что-то, как бы, ну, скажем так, не поставить на место, а так, чтобы понимал какие-то границы. Ну, дать знать, что он сделал неправильно, да. Да, вот это вот обязательно нужно использовать. Ну, да, все время быть добреньким, ну, то есть, как бы на голову же полезут дети. Ну, как вы тогда делаете? Что вы делаете? Линейкой по... Нет. Раньше так можно было мелом кинуть? Нет, не дай бог. Ну, сейчас уже нет, кажется, да? Да, нужно каждому ученику иметь индивидуальный подход, вот так скажем. И когда дети к тебе приходят на урок воодушевленные и хотят что-то творить, они не балуются, так скажем. То есть, вовлечены в процесс. Да, очень интересный. То есть, ваша задача заинтересовать ребенка тому, что, ну, как бы он был в процессе, а не баловался. Ну, бывают дети, которым сделали и скучно, начинают другим мешать. Да. Как тогда? Ну, вот. Это я вот опять же про себя говорю, я вот такой был. Нужно заинтересовать детей. Быстро-быстро что-нибудь сделай, и потом начинают, говорит, всех дергать там до косички. Бывает такое, да. Да. И тогда что? Тогда индивидуально разговариваешь с ним, да, говоришь, что так делать нельзя, и заинтересовываешь ребенка в дальнейшем процессе. Да, другим. Именно, чтобы ему было интересно. Ну, то есть, чем-то продолжал заниматься, то есть, руки, голова были заняты уже в процессе. Да. Все, ясно. Ну, вам повезло, наверное, с учениками, да, и с предметом, да, 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 и с учениками. Вот у нас уже идет пицца, самый кульминационный момент. Ну, все, разного вида пиццы. Ну, что делаем? Пробуем. Пробуем. Тем более, что еще и мальчик наш идет. Василий, иди пробовать свою пиццу. Да, какую ты хочешь, Вася. Аккуратно, я вот сейчас какую-то порежу. Вот эту, давай. Брем-нож. Аккуратно. Так, смотрим, пропеклась или? Пропеклась или она? Ой. Я думаю, что да, все нормально. И вот такими кусочками, очень горячее. Аккуратно. Не надо это. Да. И вот эту мы порежем. А Семен какую хочет? Без орехов. А? Без орехов. Без орехов. А. А с орехами у нас было две. С орехами у нас. А, вот это у нас. И вот это, по-моему, тут орехи лежат. Тогда вот это. Держи, Семен. Давайте. Давайте. Опа. Да. А мы, соответственно, попробуем. С орешками. С орешками. Ну как? Давай. Главный дегустатор у нас сын. Горячая. Аккуратно. Ага. 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 Мини-пиццы и мини-кусочки. У нас получаются. Горячая? Да, горячая. Ну, вот эту. Со цветочками. Да, у нас такие праздничные мини-пиццы. Давайте попробуем. От семи карамзиных. Получается. Приятного аппетита. Да. Спасибо. А, все пропеклось. Здорово. Мини-пиццы. Пицца, как говорится, тем и хороша, что можно, да, учитывая то, что мини-пиццы, разные начинки тут и там положить. А что дети больше всего любят, Маша? Пенги. В плане еды? Да. Они у меня любят плов. А кто готовит больше плов? Папин плов. Папин плов, да? Вы же сказали, что ваша мама тоже большой любитель поготовить тоже, да? Да. Когда он еще приготовлен на улице, на казане. Ну, тем более. Вы же говорили, что у вас частный дом, да? Ну да, тем более, что за наше короткое лето, казанно-мангальные дела. Наша передача тоже частенько. Летом мы выезжаем на улицу, можем на дачу и все-нибудь. Можем к вам гости приехать. Это я не напрашиваюсь. Приезжайте. Вдруг, Миша, тоже приготовить плов. Хорошо. Можем приехать, поснимать. Да. Приглашаем лето к нам. Спасибо. Тимоша, Семен, мы уже нашли место, куда мы поедем лето. Пусть садал, но ничего. Наша передача потихоньку подходит к своему логическому завершению. Дана, я говорю, спасибо вам большое. И у нас такая добрая традиция есть. В конце нашей передачи, пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ой, в преддверии 8 марта хотелось бы поздравить слабый пол, да? Хочется пожелать зрителям всем любви, счастья, здоровья и побольше детского смеха. Дана Яковлевна, спасибо вам большое. Я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была Дана Яковлевна Карамзина, учительница технологии средней школы номер один Мархинской. Семен Тарбахов, я Бетр Цыпандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.